Аэропорты – одно из самых посещаемых и в то же время загадочных мест. Итак, давайте посмотрим, какие тайны они скрывают. В некоторых аэропортах работают профайлеры. Они проводят досмотр пассажиров по методу наблюдения, анализируют мимику, жесты и поведение, чтобы выявить подозрительных людей. Их задача – замечать невербальные признаки беспокойства. Люди облизывают губы, чешутся или много смотрят по сторонам. Если профайлер замечает, что человек ведет себя необычным образом, он может пригласить его на проверку. Затем он беседует с человеком, пытаясь узнать о нем больше и подтвердить или не подтвердить свои подозрения. Сотрудники аэропорта также могут следить за вами на всем пути – от контроля безопасности до выхода на посадку. Например, в некоторых аэропортах установлены сканеры распознавания лиц. Они оснащены специальным программным обеспечением, которое сравнивает лица пассажиров с их паспортом. Помните, что если вы не зарядите свой ноутбук перед полетом, его могут конфисковать. Нередко сотрудник службы безопасности аэропорта попросит вас включить устройство. Если вы этого не сделаете, ваш гаджет может быть изъят для дополнительной проверки. В целях безопасности очень важно убедиться, что устройство не причинит никому вред во время полета. Электрическая щетка в сдаваемом багаже может привести к неприятностям, если внутри нее установлена литиевая батарея. Поэтому оставлять электрощетку в чемодане, который вы сдадите в багаж, нежелательно. Лучше возьмите ее в ручную кладь. Но если устройство работает на батарейках типа АА, вы можете положить его куда угодно. Каждый, кто когда-либо путешествовал на самолете, знает о запрете на провоз жидкостей. Но не все знают, что это правило распространяется также на арахисовое масло, зубную пасту, кремы, лосьоны, лавовые лампы, снежные шары, некоторые виды лекарств, дезодорант и даже гелевые вставки для обуви. А теперь давайте выйдем на улицу и посмотрим на полосу посадки. Аэропорты берут с авиакомпаний огромную плату за использование взлетно-посадочных полос. Но самое интересное, что посадочные места можно покупать и продавать. Например, в 2016 году авиакомпания Amman Air заплатила Air France около 75 миллионов долларов за одно раннее утреннее посадочное место в лондонском аэропорту Хитроу. Вы, наверное, заметили, что за последние десятилетия цены на авиабилеты выросли. Все из-за чрезвычайно высоких цен на посадочные места. Диспетчеры не только управляют самолетами в небе, как это часто можно увидеть в кино, но и следят за их движением на земле. Они также контролируют освещение взлетно-посадочных полос. Существуют три типа авиадиспетчеров – маршрутные, терминальные и башенные. У каждого из этих диспетчеров своя зона ответственности. У одного диспетчера около пяти мониторов, и информация на них постоянно меняется, поскольку на мониторах отображаются погодные условия и информация о других самолетах. Вы знаете, как это иногда бывает. Вы подходите к пункту контроля безопасности, и вдруг выясняется, что у вас в ручной кладе есть что-то запрещенное. Но не волнуйтесь, у вас еще есть шанс спасти свой любимый перочинный нож. В некоторых аэропортах есть почтовые службы, и у вас может быть возможность отправить свои вещи по почте на любой указанный вами адрес. Но почтовые сборы довольно высоки. Кроме того, некоторые предметы запрещены к перевозке, и почтовая служба их не доставит. Кстати, аэропорты могут продавать ваш потерянный багаж. Конечно, я не утверждаю, что у вас нет шансов вернуть свой чемодан, который отправился в другой пункт назначения, но вы можете его больше не увидеть. Аэропорт имеет право продать ваши потерянные вещи на аукционе. В большинстве аэропортов ежегодно проводится распродажа потерянного багажа. Заплатив вступительный взнос, вы можете выставить на торги электронику, одежду, сумки и другие вещи. Во время полета у вас на борту может оказаться знаменитость, но вы об этом не узнаете. В крупных аэропортах для звезд предусмотрены отдельные стойки регистрации. Часто они садятся в самолет через потайную дверь. Некоторые авиакомпании также используют специальные автомобили для доставки вип-пассажиров из здания терминала к самолету. Большинство людей приезжают в аэропорт заранее, и самым популярным занятием в ожидании рейса является посещение дьюти-фри. И хотя люди редко планируют покупать там что-либо, в их корзинах оказываются самые разные товары. Это происходит потому, что многие аэропорты спроектированы так, чтобы люди чувствовали себя расслабленно и непринужденно. Я говорю об огромных окнах, большом количестве света, массажных креслах и удобных зонах отдыха. По статистике, спокойные пассажиры на 10% чаще тратят деньги на покупки и еду. Дизайнеры много думают о планировке аэропортов. Это помогает обеспечить беспрепятственный поток путешественников, и главное здесь удобная навигация, которая не позволит людям заблудиться. Это достигается с помощью эффективных, но ненавязчивых дизайнерских подсказок. И размещение зон беспошлиной торговли между пунктами досмотра и выходами на посадку – один из них. Якобы они помогут вам расслабиться после прохождения контроля безопасности и приведут вас туда, куда вам нужно. Но если говорить о еде, то ресторан знаменитого шеф-повара в аэропорту может оказаться не таким хорошим, как если бы вы посетили настоящий. Все потому, что за работу ресторанов в аэропортах отвечают не сами шеф-повара, а специальные ресторанные компании. Одна из причин – чрезвычайно высокий уровень безопасности поставок в аэропорт, в том числе и еды. Вы все равно сможете вкусно поесть, но это будет другое. А вот еще один способ, с помощью которого аэропорты манипулируют вами, заставляя тратить деньги. Они заставляют вас пройти через блестящие магазины беспошлиной торговли сразу после проверки безопасности. И проход через такие магазины обычно отклоняется влево, потому что большинство людей правшие. Они используют правую руку, чтобы нести багаж, и чаще смотрят направо, проходя через магазины. И зона беспошлиной торговли, отклоняющаяся влево, оставляет больше места справа, там, куда пассажиры чаще всего смотрят. А вы когда-нибудь замечали, как много зеркал в аэропортах? Они традиционно создают иллюзию простора. Это, в свою очередь, помогает уменьшить ощущение закрытого пространства и делает пребывание в аэропорту более комфортным для путешественников. Если у вас есть возможность, не обменивайте наличные в аэропорту. Там никогда не будет хорошего курса. Те, кто не купил местную валюту заранее, могут заказать ее через интернет и получить в аэропорту. Некоторые службы достаточно предупредить за несколько часов. А еще лучше воспользоваться банкоматом, чтобы снять немного наличных в конечном пункте назначения. Обращали вы когда-нибудь внимание на коды аэропортов? Чаще всего используются трехбуквенные коды. Почему именно такое количество? Еще в 30-х годах прошлого века в США пилоты использовали для обозначения аэропортов двухбуквенные коды городов, принятые национальной метеорологической службой. Но вскоре количество аэропортов в стране сильно выросло, поэтому авиакомпании расширили эту систему, добавив третью букву. Обычно X. Обычно LA, Лос-Анджелес, превратился в LAX. Но несмотря на то, что не должно быть двух аэропортов с одинаковым кодом, некоторые из кодов звучат настолько похоже, что вы легко можете перепутать один с другим. Например, посмотрите на этот аэропорт с кодом CGP в Бангладеш. А здесь у нас CPG. Это код аэропорта в Аргентине. Если не хотите улететь не туда, будьте внимательны.